Это стадион Жерлан, Леон, финал кубка обладателей кубков европейских стран. Атлетика Мадрид, Динамо, Киев. Да, вы знаете, пожалуй, в историю кубковых поединков на европейской арене впервые мы встречаемся с тем, что одна из команд переживает трагедию своей страны. Весь мир с тревогой смотрит на Украину, раненную чернобыльской аварией. Здесь во Франции все газеты печатают карты загрязнения Украины, России и Белоруссии. Здесь во Франции каждый телеканал показывает по несколько раз то, что происходит в Чернобыле. И вот поэтому сегодня на предматчевой установке было решено поднять оптимизм своих земляков, то бишь победить. Они будут играть только на победу. Здравствуйте! На канале НТВ плюс Классика. Большой футбол. Исторический матч. Финал Кубка Кубков 1986 года. 6 мая, если не ошибаюсь, вечер. Что? 2 мая? Да. Олег Пирожков сразу меня вправляет. Я не стал зарезать в справочник. Я думаю, что я помню. Оказывается, я помню не все. Ну, все не может помнить никто. Здравствуйте! А на самом деле это 2 мая 1986 года. Леон, стадион Жирлян. И вот мы видим, сколько здесь испанских болельщиков. И как они себя ведут. И полиция, заметьте, тоже получает этого, видимо, некоторое удовольствие. Ну, что ж, это финал Кубка Кубков, в котором, собственно говоря, встречаются эти команды. Давайте сразу напомним составы. Очень быстро состав Киевского Динамо, потому что он нам больше памятен. И, может быть, чуть подробнее состав Мадридского Атлетику. В воротах Киевского Динамо Виктор Чанов. Первый номер. Второй Владимир Бессонов. Третий Сергей Болтача. Четвертый Олег Кузнецов. Пятый Анатолий Демьяненко. Шестой Василий Рац. Седьмой Павел Яковенко. Восьмой Иван Еремчук. Девятый Александр Заваров. Десятый Игорь Биланов. И одиннадцатый Олег Блохин. Единственное, что я хочу добавить вот к этому составу, что только один человек из него не поедет через месяц на чемпионат мира по футболу. А поедут, между прочим, еще и оба вышедшие на замену в футболисте. Это вот двенадцать человек от Киевского Динамо. Тот, который не поедет, не поедет только из-за травм. Ну да. И состав Атлетика тогда. Убальдо Филелл в воротах под первым номером в поле. Второй Педро Томас. Он капитан команды. Третий Климента. Четвертый Хуан Карлос Артеча. Пятый Мигель Анхель Руис. Шестой Хулио Приетто. Седьмой Луис Кабреро. Восьмой Энрике или Кике Рамос. Девятый Корхе Дасильва. Десятый Хисус Ландобуру. И одиннадцатый Роберто Марина. Луис Араганес. Главный тренер мадридского Атлетика. Ну и стоит напомнить, что на пути к финалу мадридский Атлетику, в частности, в одной восьмой финала победил немецкий клуб Байер Юрдинген. Клуб, который, в общем, только в последние лет десять сошел с большой немецкой арены. А вообще это была такая крепкая, очень крепкая немецкая команда. Всегда было два Байера там у них в высшей лиге. И тогда они были приблизительно равны. Да, и ведь надо еще отметить, что Атлетика обыграл немцев в обоих матчах. И вообще, вот если так обратиться к статистике предыдущих игр Киевского Динамо и Атлетика в этом розыгрыше, то получается, что у испанцев шесть побед и две ничьи, ни одного поражения. Киевляне же начали как раз выступление в этом Кубке Кубков с поражения в Голландии от Утрахта, зато потом просто покорили всех своей яркой результативной игрой. Это правда. Ну, а в карьере всех яркой результативной игрой, а также еще замечательное, что они любят и умеют забивать. Это тоже выражение, которое к нам пришли из тех времен. Мы должны соответствовать времен. Конечно, конечно. Начинается игра. Вот Алан Дабуру переводит мяч далеко вперед и, как видим, не слишком удачно, не слишком успешно. Состав Атлетико, это состав, в котором есть мирового класса вратарь, собственно говоря, или фильол, как говорить правильно, но тогда говорили филол, я с тех пор не переучился, поэтому если вот в течение этих 10 минут не переучусь, так и буду говорить, наверное. Есть Льянир Досилева, если не ошибаюсь, он уругваяц. Да, и он сыграет на чемпионате мира спустя месяц. Да, и Луис Кабреро, он тоже из Южной Америки, но я не помню, откуда, честно говоря. Аргентинец. Аргентинец, аргентинец. В остальном, в составе нужно выделить защитника Арте 4 номера, у него есть опыт игры за сборную Испании, правда, он в число первых номеров так и не пробился в своей карьере. Ну и надо отметить еще, пожалуй, Кики Сетьена, который сейчас находится в запасе, он будет на замену. Этот футболист, который даже в игротском качестве успел зацепить новейшие времена, когда испанские чемпионаты стали показывать на НТВ+. Он достаточно долго и успешно играл в примере, а здесь он еще молодой. Начало матча, и понятно, что ошибки стоят с другой стороны. Мы, кстати, судейскую бригаду не представили, но пока вот тренерский штаб Киевского Динамо, Валерий Лобановский, Владимир Веремеев и Анатолий Пузыч. А с мячом Яковенко отдает Болтаче. Болтаче играет Заваровым. Заваров, который закончит сезон лучшим игроком Советского Союза. И там вот показалось киевлянам, что была игра рукой, но судья показывает, что нужно играть, ничего, никакого нарушения не было. Франц Верер, австрийский арбитр в роли главного и его соотечественники Геральд Лозерт. Родной клуб. Хорхеда Сильва девятый, десятый Хисус Ландабуру и одиннадцатый Роберто Марина. Малыш Марина, полузащитник, он под одиннадцатым номером. В запасе двенадцатый Пальпино, тринадцатый Враталь Мехиас, четырнадцатый Сетьен, пятнадцатый Гомес и шестнадцатый Рубер. Старший тренер Луис Арагонес. Вы видите в самых первых минут Динамо Сутиева. Пытается атаковать, но Василий Рад уже как подкошенный рухнул Наполе. Я сказал о том, что футболисты Атлетика проповедуют игру жесткую, иногда используют довольно-таки коварные приемы. Мы смотрели вот такие команды встречу с Байром, последняя встреча этой команды, но все идет в ход. Удары, толчки из-под пешка. И это очень важно сейчас, не поддаваться на такие действия. Арбитр матча, 46-летний Франц Верер, ему помогают Геральт Лоттер и Хуберт Хорстингер. Хи Австрия. Владимир Бессоном бросает мяч за боковой. Это Марина. Капрера. И Та Сильва направо переводит игру. Мяч из-за боковой сбрасывает сиевляне. Да, матч вызвал огромный интерес, несмотря на то, что сейчас вся Франция празднует четыре выходных дня, и множество жителей Леона в эти дни отправилось в различные поездки, в частности, в Гренобль. Там есть еще снег. Но испанские болельщики, я считаю, что даже если бы их было в пять раз меньше, вполне заполнили бы таким невероятным шумом и темпераментом весь стадион. Стадион вмещает 50 тысяч, 18,5 тысяч сидячих мест, ну и остальные места, на которых болельщики стоят. Важно в первые же минуты матча показать свою силу соперникам. Игорь Биланов. И еще один удар. Ну вот, то, чего мы с вами очень ждали, и ждали сами футболисты. Александр Заваров добивает мяч в ворота. Вы посмотрите, какой момент. Все в стиле киевского «Динамо». Вот передача. Тонко, продуманно. Возвращается чуть назад. И бьет Биланов. Белов, конечно, великолепный вратарь. Но Александр Заваров. Маленький Александр Заваров. Вы прыгаете за спину рослых защитников и забивает мяч. Еще раз с этой точки посмотрите. Василий Рад. Игорь Биланов. Белов отбивает. И Александр Заваров. Все было великолепно. Итак, 1-0. 1-0 на шестой минуте встречи. Марина и Питсонов. Владимир Питсонов бросит мяч из-за боковой. Много волнения было перед матчем по поводу того, выйдет ли на поле Олег Плохин. Вот вы видели его только с мячом. Да, у него серьезно было победено. Дальний поезд на Петра. Но врачи команды, а здесь уже в Лионе, Виктор Иванович Берховский, врач Киевского Динамо сделали все возможное и даже невозможное для того, чтобы сегодня Олег вышел на поле. А за ним, как правило, будут закреплены, я думаю, не менее двух защитников. Сергей Болтача тоже был травмирован, но сегодня они нужны команде. Игорь Биланов бесстрашно бросается в борьбу. Приходится вот так играть. Иисус Лундабуру отправляет мяч своему вратарю. Это Иван Еремчук. Да, на молодых футболистов Киевского Динамо, я думаю, все-таки, несмотря на то, что вот уже ведет счет Динамо, большое впечатление произвело то, что происходит на трибуне. А буквально за три минуты до начала матча испанские болельщики просто забросали петардами и горящими различными предметами вот все пространство за воротами Виктор Ивановича. Посмотрим, как будет развиваться атака атлетика. Да. Рукой подыграл себе футболист испанский. И после того, как Кике сыграл рукой, будет с этого места пробивать Виктор Ченов. Сергей Болтача. Сергей Болтача. Берзонов. Лакин. Говорит Иван Иринчука вперед. Но там ему мешает Клименты. Иринчук с мячом. Да. Первый в жизни молодых динамовцев. Финал-то. Какой финал? Александр Заваров великолепно просто обыгрывает своих соперников. Но там ни раз ни Биланов не помогли. Товарищ, ну а публика оценивает по достоинству мастерство. Марина. Следует сбросить мяч из-за боковой. Это делает Владимир Берсона. Яковенко. Перед ним Кике. Иван Иринчук у мяч отрисован. Ну что ж. Там спокойно действует Хуан Артечи. Четвертый номер. Обратите внимание. Самый ротлый. В защите. 188 сантиметров рот. Его еще Артеченбауэр. Преста болельщики называют. Вот манера игры исходит. С Экенбауэром. Либера свободно защитит. Там Педро Томас. Защитник сборной команды Испании. Сбрасывает мяч из-за боковой. Ну и мяч уже узит Тарачанова. Начало хорошее. Хотя, конечно же, сдержать волнение трудно на первых минутах этого матча. И Динамо с Киева очень напряженно проводили весь этот отрезок времени. Эти два месяца. Ну и особенно две недели перед матчем. В отличие от Атлетика. Вот идет Кике. Опасный полузащитник. Динамо с Киева. Ландабуру подает. Это Кабрера. Это Марина. Еще один удар. Успел Ландабуру помочь с товарищем, но Питзонов этот мяч не пропустил уже в вратарской площадке. Из-за боковой вбрасывает из панги. Клименте. Клименте. Мяч адресован. Марини перехватил Заваров. Но он сбит. Виноват Ландабуру. Зрелый игрок. 31 год. Вообще команда Атлетика состоит из опытных игроков. Средний возраст 28 лет. Самый молодой, пожалуй, Хорки Датильва. 23 года. Уругвай. Он в этом сезоне, то есть в сезоне, когда Атлетика занял пятый место в чемпионате Испании. Но сзади удар по ногам. Будет наказан. До Сильва нет. Пока предупреждение. Юджи штрафной динамации. Полтача, Кузнецов. Главное контролировать мяч и навязывать свою игру. Взрывы такие скоростные должны быть. Вот Бестонов как раз демонстрирует это. Пропустил Биланов. Можно бить. Но трудно Олегу. После травмы очень трудно. Поверьте, я видел, как трудно давалось восстановление. И вот то, что он вышел на поле сегодня. Но он нужен команде. Еще одна хорошая комбинация могла быть. Демьяненко там продолжает бороться за мяч. Не уступает ни пяде поле киевляне своим соперникам. И у Павел Яковенко. 1-0, напомню. Александр Заваров счет открыл в этом матче. 1-0 Динамасы Киева. Ведут в финальном матче на кубок обладателей кубков европейских стран. Да, так вот. Найдский клуб провел очень напряженно. Две недели, особенно те, кто выступает в сборной команде Советского Союза. А их 6 игроков. Ну а Атлетико в течение двух недель целенаправленно, планомерно готовился только к этому матчу. Ну и Сарагонас дал возможность своим питомцам отдохнуть после чемпионата. Ну и не раз просматривали они видеозаписи матча Динамо Киев-Рапид. Динамо Киев-Тукла. Вот Игорь Биланов. Ну это травма уже не только на Хесусе-Ландобуре, а еще с таким телевизионной камерой утарился Игорь. Ну газон в отличном состоянии. Даже я бы сказал высоко подкресено. Вот, наконец, мы видим Ландобуру получать желтую карточку. Да. Франц Верер опытный арбитр. Провел уже десяток матчей вот такого уровня европейского. Ну посмотрим, как киевляне Василь Рад как решат эту задачу Яковенко. Бил, ну конечно, плотно. Рядом прямо с ним находился Марина и Павел чуть-чуть влево проделать ворот. Придется вернуться и панцам назад чуть. Яковенко отбирает мяч. Рад. Эта передача была отрисована Игоря Диланова. Ну вот защищается Динамо с Киева. Икея идет вперед. Очень опасен. Стасильва. И удар по воротам Викторачанова. Что ж, будем считать проверкой. Сыграно уже 15 минут. Разница во времени здесь 2 часа. Мы ведем прямой репортаж об этом матче по местному времени здесь 20 часов 30 минут. Кабрера. Яковенко. Яковенко. Пессона. Вы видите, как Стасильва идет в борьбу. Совершенно не боятся никаких столкновений. Ну и нужно отдать должное динамовцам. Они очень смело организуют атаки и идут на обострение. Филов сбрасывает мяч. Да, он сделал все, что мог в эпизоде, когда Александр Заваров открыл счет. Среагировал на сильный удар Игоря Биланова. Ну вот на добивание смело и точно очень выбрал позицию. Пошел Александр Заваров и головой красиво забил этот гол. Испанцы сейчас Марина Ландобуру. Кабрера там справа, но отдан мяч за сильный и тот возвращает его Ландобуру. Но то Кабрера мяч не дошел. Ляковенко возвращается назад Мигель Руиз, капитан команды. Киевляне контролируют мяч. Биланов Олег Блохин проверит надежность протаря. Но пока вот таким образом мяч коснулся ноги защитника. В данном случае это был Клименте. И вот сейчас будет то, что мы будем видеть. Будет входом угловой. Тимьяненко. Шайбу, шайбу, мы слышим крик. Здесь около 50 сотрудников посольства советского. Торт предства. Журналисты, аккредитованные во Франции. Все они приехали в Лион на этот матчик. И Олег Блохин бил сейчас. два ветерана. У Олега Блохина сто матчей. Вот там я запаснул. Атлетика. Сто матчей в активе в сборной команде СССР провел Блохин. 103 матча в составе сборной Аргентины провел вратарь Упальто Силол. Ныне вратарь клуба Атлетика Мадрид. Вы знаете как опасно являли разыгрывать вот такие вот положения стандартные. Вот вступил в игру Убальто Филол. Если бы не его реакция то мяч умело подрезанный Василием Радцем оказался по воротах. Еще раз Радцем выполнит ту же работу. Еще раз будет подан угловой. И еще раз третий раз подряд в Ателерат подает угловой. Да, главное держать в напряжении постоянном напряжении соперников. Именно скоростная манера игры присуща к Юлянам. Я думаю несмотря на то что Атлетика считается клубом проповедующим быструю игру являлись сейчас в такой форме что могут предложить свой темп и могут просто-напросто в скорости признать соперника. Но впереди еще очень много игрового времени. Это ответственнейшая игра. Это финал европейского футка. Здесь все может быть. И нам с вами товарищи предстоит еще довольно-таки долго полумноваться и стать свидетелями увлекательнейшего футбольного зрелища. Именно такого зрелища и ожидали все специалисты любители футбола. Все французские газеты напечатали краткие комментарии именно ожиданием того что этот финал будет очень и очень зрелищным. Ну следует сказать что киевские динамовцы самым серьезным образом провели вот эти дни здесь во Франции прямо с самолета в Париже была еще пересадка на рейс в Париже Лион и поэтому паузу семичасовую являния использовали для дела. Они тренировались на южной окраине Парижа провели очень активную тренировку разминка тренировка и на ней присутствовали сотни любители футбола французских собрали до этого незаметного стадиончика и следили за тем как тренируется динамовцы Киева. Приятно видеть то что наш советский клуб так уважает хорошо знает во Франции не только Олега Блохина более популярного но и всех футболистов Керемчук он уже из-за боковой не достал Киев бросил до Сильва сзади считается где подталкивали ну что ждал пробить Ван Дабуру подыграл себе рукой да вперед идут динамовцы Игорь Биланов давайте посмотрим как интересно все это развивается еще раз Биланов Яремчук Ну а там Томат цепил игру и вновь наши футболисты владеют мячом Кузнецов отправил за боковую линию за боковую линию футболисты вот так сейчас в таком предельном напряжении тренер опытный хитрецом слывет среди журналистов испанских среди футболистов футбола но посмотрим какие сюрпризы он приготовил соперникам в этом матче Яремчук Биланов Биланов вот как строит игру сейчас через центр динамовцы Заваров ну и прервана эта передача положение вне игры уже было зафиксировано поэтому свободный удар естественно Арагона нервничает его команда проигрывает идет первый тайм 1-0 динамовцы впереди вот в атаке были футболисты Атлетика Кабреро спешился пытался изменить ситуацию но динамовцы Киева контролируют мяч Яковенко вот в роли диспетчера так четкий рисунок игры уже в этом молодого футболиста но посмотрите грозная атака Атлетика подпишел немножко Ландобуру и спокойно Викторчанов отправляет мяч Ивана Еремчук тут справа вот какая диагональная передача на Блохина вот там Томас рядом с ним и Артечи конечно два таких защитника и на вот такие вот мячом погода сегодня была с утра очень ясная солнечная Леонская возвышенность была видно буквально на сотню километров добра сотни километров были видны даже здания мистера Гренобля но вот еще одна так как являн сейчас прохладнее значительно пасмурно но это не снижает накала борьбы Томас Томас постоянно разряжает обстановку опытный защитник ну а сейчас Александр Заваров выходит на ударную позицию идет хорошо воспользовался ошибкой защитников оценка мастерства футболиста киевского Динамо вот Александр Заваров с мячом ходит в штрафную площадку бьет справа сильно пожалуй ничего не смог бы поделать пилот этот удар чуть точнее но футбол хороший Клименте плечом защитник Стасильва потерял мяч так поглядывал на судью все в пределах правил все хорошо пока киевляне играют очень корректно в отличие от своих соперников это Кабреро стремится к мячу это Бессонов Болтача и Чанов даже испанский болельщик я смотрю часто аплодирует довольный игрой соперников атлетика вот Игорь Биланов и Олег Блохин это передача Биланова была чуть-чуть не успел вот то что нужно в принципе постоянно держать в напряжении и соперники нервничают заметно не только по скамье запасных как и показывают тренеров атлетика Марина Яковенко Биланов Марина вот теперь уже нужно побыстрее возвращаться на свою половину поля была свободная зона вот сейчас посмотрите киевляне начнут атаковать футболистов идущих с мячом не давать им развернуться не давать им возможности подумать даже над тем куда адресовать передачу можно ли бить вот результат таких усилий вновь динамо какие вы идут вперед это Василий Рад Девьяненко вот так Кузнецов налево своему капитану а тот сделал так что соперник выбил мяч за боковую линию сбросит Анатолий Девьяненко да очень серьезно здесь эти дни готовились киевляне и каждая тренировка несмотря на то что можно было бы сбросить напряжение вот и быть может даже иногда не так рьяно работать каждая тренировка проходила очень серьезно горячо с интересом работали с мячом футболисты хотя вот члены сборной команды Советского Союза провели уже по 16 матчей это немало за довольно-таки короткий отрезок времени с начала чемпионата страны и с начала контрольных встреч пока только Кабреро Луис Кабреро 30-летний нападающий аргентинец но подданство у него испанское он впереди опасаются и не без оснований атакующий мощи киевского динамо футболисты Атлетика вон Павел Яковенко по правому флангу так хорошо пошел вперед но придется вернуться бросит из-за боковой футболисты Атлетика Томас это сделал а Хуан Артечи с мячом Томас вперед на Досидву это Надежда Атлетика серьезная борьба переписка между тренерами была между выездом Арагоносом и тримером сборной команды Уругвая по поводу Досидвы но поскольку сейчас Уругвая в Европе то отпустили Досидву на столь ответственный матч а к слову сборная Уругвая очень и очень серьезно готовится и думаю что среди фаворитов этого чемпионата стоит учить и эту команду вот так играл Виктор Чанов вперед на Биланова Игорь вынудил сейчас Клименте выбить мяч за боковой а Еремчук сбросит мяч из-за боковой линии кому Яковенко или туда дальше назад Сергей Болтачек ему приближается Кабреро это Кузнецов налево Демьяненко Анатолий Демьяненко вот своим хладнокровием спокойствие внушает более молодым товарищам Демьяненко вот завара рад яковенко приятно видеть то что разнообразно очень разнообразно проходит все атаки киевлян одна на другую не похоже это стоит зачастую ставит тупик соперников сейчас немножко снизили темп киевляне ну думаю стоит ожидать ближайшие же минуты всплесков сыграно 32 минуты в первом тайме этого матча я напомню динамо скилла ведут счете 10 гол забил александр завара ну что ж вот теперь атлетика будет играть традиционно строит свою игру на контратаках вначале вы это заметили вначале мадрицы действовали напориста в атаке в данный момент старались ошеломить соперника имея такую поддержку на трибунах трещотки взрываются постоянно петарды и флагами машут болельщики ревнет молкаем и но немножко к этому моменту уже трибуны поутихли хотя я еще раз подчеркнул страсти были на колене уже вчера множество испанских болельщиков прибыло некоторые не смогли попасть на этот матч поскольку хоть и есть свободный места стоячие места на трибунах некоторые бедячие поскольку дороги очень но билеты распространялись заранее через матч велик смотрите кике как действует пять попадал и попал села на вот тут сыграл вот так и бессона владимир бессона атакован клименты показывает суде что удар то был заслуживающий наказание более серьезного вот олег блохин посмотрел как у товарища дела бессона села виктор иван сберковский врач команды бессона подымали за минутам подымает управляющий ток вот на складку и готов продолжить игру николенко болтача перейти лишь марина вот так действует клименты филол томат единственный пока начнем сборной команды испании в этом клубе кандидата есть но из тех кто поедет в мексику наиболее вероятно это будет тома педро тома второй номер это чанов ему возвращает мяч капитан команды чанов на вперед посмотрим как распорядятся сейчас мячом киевляне налево вот он завара получил мяч олег блохин даже в центре за ним присматривают двое опасная атака чанов в таком тонусе но в отличие вот от предыдущих лет очень температур знаете даже первым иногда отдавал волю виктор а сейчас вот на крови опыт олег блохин задергал защитников и отдал мяч ну а там уже пришел на помощь всем вот у любви это и подклад приветствует товарищи это защитник томас кабрера марина там решил бить тянов на всякий случай сместился поскольку удар опасный но виктор видел что мимо ворот пошел мяч вот болельщики реагируют на этот удар подбадрит свою команду вот так сказать апогей страстей в этой зоне стоячие места на воротами киевского динамо но нужно делать дело и вот пути мы сейчас динамом ты игорь биланов вот это атака хорошо так мяч еще раз павел яковенко но очень плотно опекает их защитники хороший момент хороший чуть-чуть не разобрались ситуации товарищи олег блохина хорошо отдавал мяч ну а улы сарагон это масло заботы я бы сказал переживаний первый тайм складываться не в пользу его команды ландобуру назад своему вратарю и на ваших экранах у бальда филол ну ничего можно продолжать игру А сейчас я вижу, что К сожалению Вот не хотел говорить о том, что Сейчас могут нанести серьезную травму Могут И нанесли Вот полиции Атлетика Сергей Болтачанов Он в нашей Рядом с нашей штрафной площадкой У него Так было воспалено Ахилетово сухожилие А это Игорь Биланов Который также усилиями защитников Ну в частности Хуана Артечи Оказался на зеленом газоне И штрафной удар Уходит с поля Сергея Болтача Очевидно нужна будет замена Да Виктор Убертольский И Валерий Явлайнцев Уводят с поля Сергея Болтача Вижу, что Андрей Баль Готовится выйти на замену Нужна замена И арбитр разрешает Да, Франц Вейрон Поднял руку Разрешил Замену Андрей Баль Вместо Сергея Болтачи Под пятнадцатым номером Это вынужденная замена На поле Появится Андрей Баль Можно И можно бить Вот Олег Блокин Готовится Хороший удар Распил Еще одна Атака Киевлян Вынуждает Отбить мяч на угловой Руиз отбивает Капитан команды Будет подан угловой Пять минут до конца Первого тайма Напомню 1-0 Динамо Су-Киева Впереди Ну, здесь уж Пытается не допускать Ошибок В защите У полиции Атлетика Кстати, в этом Году Как никогда Удачно Выступает В европейских кубках Успанские клубы Ну, вот Пример тому Атлетика Реал в кубке У Ефа Хорошо Выступает Марина Кике Передачи его Всегда нацелены Кабрера Вот Хорошо, что не дали Кабрере Подготовить Этот удар Бьет он Очень сильно И Славится Точностью удара Опытнейший Нападающий Седьмой номер Луис Кабрера Аргентинец Происхождение Ну, а сейчас Виктор Чанов Вот Сергей Болтачи Мы видим Виктор Чанов Выйдет мяч И вот То, что Вы видите Сзади Видимо Ногу Сергей Болтачи То, что Еще не Зажило Вышел Наполе Играл Болисты Атлетикой Вперед Будем Решать За судью Хулио При этом Упал Это Один из приемов В принципе Выполняемых Очень артистично Правдоподобно Болистами Атлетика И мяч отбит Отбит На угловой Вот сейчас Чувствуется Напряжение Поворотки Судинамо Ландобуру Будет подавать Идетик Ландобуру 31 год Этому нападающему Опасно Но все Уже позади Торчанов Спокойно Устанавливает Мяч И выпьет Его в поле Напомню Команде Луиса Арагонаса Приходит Сосуга 1-0 Но пока 1-0 Это тоже Еще Ни о чем Не говорит По игре Мы видим Преимущество Динамовцев Киева В счете Она тоже Выражена Но 1-0 Это мало Кабрера Назад И мяч Потерян Испанцами Лохин Биланов Хорошо Себе сыграл На выход Нам себе На выход Сыграл Игорь Биланов Но Ему побешал Мигель Руиз Биланов Вновь с мячом Рад Без подготовки Это передача Но слишком сильная И все же Еще один Интересный Футбольный момент Подарили Динамовцы Зрителям Нам с вами Хорошая Атака Финального матча На кубок Обладателей Кубков Европейских Стран Ну что ж Мяч Отворот Выбьет Сейчас Хуан Артечи Пока Артечи Хоть он и Стиле Бакенбауэра Играет Пока Он Лишь Выполняет Функции Чистого Защитника И Далеко Вперед Не уходит Напомню 1-0 Динамо Таки Впереди В первом тайме И Владеет Инициативой Сейчас На своей Половине Поле Смечу Павел Яковенко Думаю Что уже Какой-то Стартовое Волнение Молодые Игроки Киевского Динамо Преодолели Яковенко Вновь Заваров Ну а Сейчас Без Меча Была Атака На игрока Киевского Динамо Ну Судья Показал Что все Нормально Можно Продолжать Встречу Мечом Стутболисты Атлетика Марина Вот так Вот Сыграла Когда Мяч у Кабреры У Марины Следует Ждать Неприятности Но Их Ожидают И Защитники Киевского Динамо Они Пока Безношибочно Действуют Перед Зимьями Прошел Прошел Ясно В прошедшем Времени Поскольку Продвижение Его было Остановлено Недозвольным Приемом Наказание Это Биланов Вынудил Выбить Мяч Судья Показывает Что Недавно Атаковал Сзади Соперника Игорь Биланов Атака Атлетика Могла Быть Атака Но Кабрера Мяч Не Получит Андрей Баль Иван Еремчук Ландобуру Отправляет Мяч Кабрере Берсонов Кузнецов Чанов Атам Дазильва Хорошо Встречает Публика Все футбольные Приемы В исполнении Киевских Игна Итак Первый Тайм Этого Прекрасного Футбольного Спектакля Закончен 1-0 Гол Забил Александр Заваров Вот с таким Счетом Команды Уходят На перерыв Мадрид В Лионе На стадионе Жерлан Вот футболисты Атлетика Готовятся К началу матча Сейчас Поле освободит Оркестр Который Занимал Паузу Это Арбитр матча 46-летний Францвейр Австриец У киевлян Вот Сейчас Гальский Петушок Традиционный Наполе Здесь Это Никого Не смущает Но Он Сейчас Покинет Пределы Поля Это Развлечение Для публики Олег Блохин И вот Он В перерыве Важно Прохаживался Вдоль Поля А Пока Пауза Я вам Повторю Составы Команд Динамовцы Киева В таком Составе Воротах Чанов Далее По номерам Бесконов Сергей Болтачу Который Играл По третьим Номерам Заменил Андрей Баль Далее Олег Кузнецов Капитан Анатолий Киньяненко Василий Рад Павел Яковенко Иван Еленчук Александр Заваров Игорь Биланов Олег Блохин В запасе Еще Вадим Берсушенко Алексей Михайличенко Василий Евсеев И вратарь Михаил Михайлов Ну что Своеобразная Разминка Проходит Перед началом Второго тайма Теперь Это Учить Досталость Футболистам Атлетика И вот так На радость Многочисленным Зрителям Ну пожалуй Не совсем На радость Работникам Телевидения Поскольку Это Удвиняет Время Трансляции Я напомню Что у нас Идет Прямая Трансляция Сейчас Петух Оказался На скамье Запасных Атлетика Со всеобщему Удовольствию И Второй тайм Матча За вот Этот кубок За кубок Обладателей Кубка Европейских Стран Начался Напомню 1-0 На шестой Минуте Александр Заваров Забил Этот мяч Все Могло Быть Еще Более Солидно Преимущество В счете Киевлян Было Много Возможностей Но Во-первых Волнение Которое Трудно Преодолеть Почти Невозможно Особенно Молодым Футболистам Для которых Такой Матч В новинку Финал Европейского Кубкова Турнира Да и Соперник Очень Опытен Несмотря На то Что Киевляне Имеют Преимущество Вот Посмотрите Марина Сейчас Атаковал И Лишь Сладнокровие И Опыт Виктора Чанова После Ворота Динамо Киев Так вот Несмотря на то Что Игровое Преимущество На стороне Киевлян В течение Сего Первого Тайма Почти Сего Первого Тайма Было Нельзя Умолять Достоин Опытнейшего Испанского Клуба Атлетика Атлетика В 1962 Году Владел Кубком Обладателей Кубков Тогда Футболисты Атлетика Выиграли У Фиорентины Один Вначале Первый Матч Один Один Закончился А вот Второй Матч Который Уже Не в Мае Играл А сентябре За счетом 3-0 Выиграли Футболисты Атлетика Были они Финалистами Кубка Европейских Чемпионов Но Клуб Опытный Киевляне Пройдет Шрафной Андрей Плант Позлился А Кузнецов Отправил Матчанова Теперь О составе Атлетика Который Обороняет В воротах Кубальца Килол 35-летний Вратарь Сборной Аргентины Простите Ледил За Бессоновым И естественно Волнение Иногда Оставляет Катовать Сбой Вот Филол Далее По номерам У сборных У Атлетика Томас Клименте Артечи Руиз Капитан команды 10 номер Но вот В атаке Атлетика Мягко сбрасывал Сейчас До Сильва Кабреро И Виктор Кчанов Один Сочетал Сочетал Так вот Мигель Руиз Капитан Команды А это До Сильва И Бессонов Головой Отбивает мяч Второй Тайм Начался Мощными Атаками Атлетика И тут же 15 тысяч Болельщиков Которые Приехали В Лион И уже Два дня Будоражат Этот Город Который Отдыхать Майские Праздники Вот Подымает Невероятный Шум На трибунах Подается Угловой Сочетал Стремляется К мячу Но Мяч у Еремчука И Иван Еремчук Отправляет Его туда Подальше От своей Штрафной Площадки Будет Арагонет Тренер Атлетико Да уж Кому Кому А Тренером В такой Обстановке Не позавидуешь Они Пожалуй И здесь И теряют И нервной Энергии Тратят Значительно Больше Игроков Это Ландобуру А это Василий Рад Анатолий Демьяненко Рад Очень здорово Провел Первый тайм Василий Рад От Кабрера Приета Заваров Демьяненко Заваров Там Томас Идет ему На встречу И хорошо Вырывается За спин Защитников Олег Блохин Навесная Передача Яковенко Стремился К мячу Но мяч Потерян Марина Очень удачно Сыграл И сейчас Бессонов Чанов Который играет Как полевой игрок Головой Разрежает Обстановку У штрафной площадки Моментальная Контратака Была Атлетика Биланов Баль Биланов Игорь Биланов Порок Уже мяч Мяч Потерян Но Продолжение Эта атака Имеет Иван Еремчук Заваров Наполе Это Кузнецову Замечание Вы из Кабрера Пострадавший А Бить будет До Сильва Корфе До Сильва Девятый номер Уходит Уходит Там Где он Нужнее Занимает место В штрафной площадке Киевлян Чанов Да Только он В этой ситуации Способен был Противостоять Мощному И Коварному Удару Хесеса Ландабуру Угловой Будет ходом Вот Удар И Виктор Чанов Переправил мяч На угловой Все Теперь уже Можно играть Спокойнее Но Ходы тут Ракетницы Вам не видно Было сейчас Так Над воротами Чанова Прямо Пролетело Три ракеты Полиция Принимает Меры Здесь Не просто Полицейские части Но Вот Сколько Меры Нужно принимать И на поле Не обыкновенные Полицейские части А части Специального Назначения Хорошо Обученные И Готовы Ко всяким Неожиданцы Ну а Футбол Как зрелище Там по себе Стоит много Неожиданцы Ну а болельщики Тоже люди Как вы знаете Не во всех Сторонах Управляемые Но и в тех Сторонах Воспитаны Как следует Дни игры Боковой арбитр Жидал Акмашку Андрей Бальбов Дни игры И полиция Атлетик Отмечен Кузнецова Твильмач Яковенко Яковенко Товаров Успел Отобрать мяки Вот Павел Яковенко Организует Атаку Своих товарищей Василий Рад Олег Блохин Он так Больше От центра Поля играет Ну вы знаете Был травмирован Марина Боролся За мяч Моментально Прыгал Страхной Пулев Приед Ошел вперед Адресовал мяч Кабрере Виктор Чанов Сопровождает Мяч Туда За пределы Поля Спокойно Сейчас выйдет Мяч в поле Вот так уже Незаметно я бы сказал Прошли первые 10 минут матча Первые 10 минут Второй тайны Кабрера Кабрера Стрелится к мячу Но ему мешает И очень хорошо Мастерски помешал Анатолий Демьяненко Это приятно И Рад 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 Столкал руками Своего соперника Судяй Такой Судяй Определил Тут же разыграли Сутболисты Атлетик Страстной Томас До Кабрера Сейчас Травма Травма Он ушел с поля И его заменил Андрей Бан Ну а Атлетика Без замен На втором тайне Приятно Попил мяч До Сильва Марина И вот тут Марина Дейтл В этом эпизоде В традициях Атлетика Не в самых лучших Ван Артечи Вот он уже В атаке Был А это его Товарищ по защите Томас И Виктор Чанов Очень многое Зависит от того Кого чувствуют У себя за спиной Игроки Полевые игроки Вратарь Надежный Пока Без срывов Идет все Биланов В штрафной площадке Падает Но это все На хорошей скорости Будет подан угловой Рад Не спеша Вот Игорь Биланов Вы видите Очень самоотверженно Играет всегда Бесстрашно Я бы сказал Василий Рад Полезен Во всех Кутковых матчах В своей команде Очень полезен Но Игорь Биланов Отмечает результативность В этих Европейских Кутковых Турнирах Пять мячей Два пенальти Забил он Во всех Этих матчах У Рата Два мяча В активе Но он Он полезен Вот именно В таких вот эпизодах Хорошей передачи Нацеленной В штрафную площадку В этот раз Блохин Не смог Переиграть Естественно Враталь Пользуется Преимуществом В своем В данном случае Вот это Кабреро Передача Поперек Штрафной площадки Опасно Очень опасно Но был уже Свисток Луис Кабреро Не смог Организовать Атаку Там Куле Приета Был На Приет Атаке Мог Замкнуть Передачу Но уже После Свистка Виктор Чанов Так вот Я продолжу Отех Кто забивал Голы В этих Матчах Европейского Кубкового Турнира 1985-86 Годов В Динамо Киевском Биланов Пять мячей Блохин Четыре Заваров Четыре Еленчук Три Забил Демьяненко Два Елтушенко Два Рад Два Ну и Павел Яковенко Один То есть Вы видите Соперникам Практически Очень трудно Разгадать Кто И когда Будет угрожать Кто От кого Ждать Гола Ворота Во втором тайме Усилили мощь Атак Уже Не просто Контратаки У них А атаки Это можно Сказать С уверенностью Футболистов Атлетика Ну а сейчас Посмотрим Как Александр Заваров Завершает Атаку Своей команды Хорошая Атака Хорошее Решение Этой Проблемы Которая стояла Передача В штрафную площадку И будет Еремчук Бороться До конца Его толкают И продолжают Играть Футболисты Атлетико Ван Добуру Не успел Вот Томас Прервал Передачу Киевлян Заваров Вновь С мячом Очень опасен Для ворот Соперника Еремчук Не смог Забить Завар Вьюму Оставлял Ну а сейчас Атака Атлетико Вот А Еремчук Вовремя Пришел Для того Чтобы остановить Атаку Соперников Но Не все Было В пределах Правил Яковенко Возвращается Назад Будет мешать Развитию Атаки Кабрера Играет Стенку Это Тасильва А это Кике Приета Вот Удар Кулио Приета Впрочем Я вижу Готовится Замена И в составе Соперников Киевлян Вместо Хесуса Ландавуру Наполе Выходит Энрике Сетьен Новобранец Тоже Один Сиграл В этом Клубе Ну я бы Сказал Очень Полезный Игрок Вышел Наполе Для Команды Атлетика Мадрид Под 14 Номером Энрике Сетьен Его еще Называют Мозговым Центром Команды Атакующий Полузащитник Вот Мы видим Его Ну а Тем временем Виктор Чанов Отправляет мяч На половину Поля Соперника Сосильвой Сетьен Сыграли Вошел Сегодня 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 Проводят Финальный Матч Думаю Что Одна Из лучших Сигр Естественно Должна Получиться Мы уже Увиделись В этом По первому Тайм Анатолий Демьяненко Олег Блохин Сзади И вот Оставь мяч Олегу Блохину Олег Бьет И это Тоже Оценка Публики Фуан Артеки Выбивает Мяч На линии Ворот Угловой Сегодня Финал Виктор Чанов А это Это Защищаются Футболисты Атлетиков Вновь Демьяненко Будет Подавать Угловой 20 минут Сыграно Уже Во втором Тайме Еремчук Продемонстрировал Просто Чудеса Обводки А вот Кто же Там Наварова Трудно Было Конечно же На эту Передачу И выйти И Задеть Мячом До Сильва Бил Отбивал Мяч Павел Яковенко До Сильва Отправляется Куда поближе К Кабрере В штрафную площадку Кабрера По центру Там рядом С Андреем Балем Это Иван Еремчук И Олег Блокин Олег Кузнецов Пошел Нужна Точная Передача Товаров Принял на грудь Мяч И успел А вот Против Был Защитников Трех Уже Четырех Защитников Ему Конечно Было Очень И очень Сложно Действовать Но Олег Блокин Продолжил Атаку 1-0 Нужен Еще Гол Для того Чтобы Уверенности Прибавилось В успехе В конечном Результате Ну а Для футболистов Атлетика Очень и очень Важно Сейчас Играть Отмобилизованно Серьезно Это я К тому Что Не следует Ожидать Что Последние Минуты Этого матча Вторая половина Второго тайма Будут проходить Очень легко Для наших Футболистов Отбивал Олег Кузнецов Ну мяч Уже В траншее Отбеляющий Трибуны От футбольного Поля И за боковой Да Нужно вбросить За боковой Как можно Дальше Томас Педро Томас Защитник Сборной Испании При этом Он Все таки Рукой задел Васили Радцев Сатьен Чанов Медал Кабрери Овладеть мячом И сразу же Отправил вперед Ивана Еремчука Такой нацеленной Передачей Рукой Бросил мяч Васили Радцев Блохин Бессонов Еремчук Подождал Пока к нему Подойдет Клименте Вот тот Чуть назад Бит Баль Бит Там где Стоит Андрей Баль Место Которое Он пробьет Будет бить Сильно Поближе К штрафной Площадки Посмотрим Мы видим Зону Пока Среднюю Зону А вот И здесь Без толчка Не обошлось Но Лоялен Стоит Андрей В данном эпизоде Стоит Андрей Самотлетик Марина Китил А это Артечи Энрике Сатьен Прието Дофинго Хорошо Играл Это Марина Чуть назад И вот Была возможность Очень опасно Было Вы знаете И пуля Приета Не использовал ее Вперед Идут Футболисты Динамо Яковенко Слева Рад Да ему Отдан пас И сразу же Прорыв Устремляет В брешь Междунащитниками Устремился Биланов Но передача На Еремчука И вот он Будет сейчас Блохиным Ну Отпустил Чуть мяч Олег И Уже Прието С мячом Баль От провокационной Действия Буквально Можно сорваться И судья И судья Будет Неумолим Соперники Действуют Часто Незаметно Для арбитра Но вот Слишком Явно Выражены Эмоции Толчок Зафиксирован Счет Счет Таков 1-0 В пользу Динамо Киев Второй тайм Матча На Кубок Обладателей Кубков Европейский Стран Финальный Матч В Леоне На стадионе Жерлан Павел Яковенко С мячом Рад Сам Решил Бить Василий Рад Первый Финал В жизни Этого Футболиста Но Вы Все Прекрасно Знаете Историю Кубковых Выступлений Киевского Динамо Они Первыми Советских Команд 2 сентября 1965 Года В северо-ирландском Городе Калрин Против Клуба Такого же названия Начинали Свою Биографию Как Команды Кубковой Итак Замена В составе Киевского Динамо Вместо Александра Заварова Вадим Десушенко Под 12 Номером Выходит Вадим Десушенко Хороший принцип Команда Выигрывает Но Не на удержание Счета А на увеличение Его На Еще Более весомое Доказательство Своего Превосходства Но еще Очень много Времени До конца Манча Сыграно 27 минут Во втором тайме В атаке Попалюция Атлетика Яремчук Но мяч Потерян Кабрера И Сытье Да Там был Сытье Вот он Не успел На эту передачу Судья Торос И Сырочанов Сейчас будет Сильный удар Кто владеет мячом В средней части поля В расчете на скорость Игоря Беланова Но Там Два Рослых Очень Рослых Защитников Климента И Артеча Ну Руиз Руиз И Артеча Пожалуй Самые высокие Здесь на Поле Ставиона Жерлан Под 190 Рослых Это Пистонов Артеча Своему вратарю Нет Считает Что угроза миновала Спокойно Марина Разыграл мяч Тот Налево И Мяч За пределами Бросит За боковой Ставиона Татьяне Татьяне Баль Еремчук Раз Слева Еремчук Открывается Вот Пробросил мяч Еремчуку На выход Но Из-за спины Томаса Еремчук Не смог Выскочить Овладеть Мячом Так вот В 65 Году В своем Первом Матче Киевляне Победили Колрейн 6-1 Но То Была лишь Первая страница Игорь Биланов В положении Из-за игры Считает Орбита И удержим Биланов Текье действовал Не совсем Хорошо По отношению Яковенко Тут Все-таки Отобрал мяч Не обращая Внимания На это Вот Еремчук Мячу Ептушенко Хорошие Скоростные Данные Вадим Это будет Использовано В следующий раз Блохин Там Ептушенко Открывается В штрафной площадке Блохину Не пройти Мощный За слон Защитников Томас Чаще И чаще В атаке Защитник Сборной Команды Испании Защитник Атлетико Эдрике Цатьен Чанов Ну что ж Вратарь Спокойством И дает уверенность Товарищам Это Игорь Биланов Хорошо Ласов Прошу Хорошо Ударил Ну чуть-чуть Отклонился При ударе Чуть Срезался Мяч В Лионе На стадионе Жерлан Приближается К завершению Игровое время Матча На кубок Обладателей Кубков Финала Кубка Обладателей Кубков Этого года Европейский Стран Динамо Киев Атлетико Мадрид Киевляне В атаке Они ведут В счете 1-0 Гол забил На шестой минуте Александр Заваров И продолжает Атаковать Но во втором тайме В первом тайме Полное преимущество Киевлян Игровое было Я сделаю Это Оговорку Почти полный Эпизод Атлетико Показывал Зубы Показывал Силу Но Киевляне Владели Инициативой Демонстрировали Великолепный Футбол Да и сейчас Футбол Просто-таки Захватывающий 1-0 Вот Олег Блокин Был с мячом Мяч потерян Но мяч У Яковенко Яковенко Сильно бьет Издалека Проверил Киевлян Киевлянам Нужно забивать Нужно забивать И футболистам Атлетикам Марина Сейчас Роберто Марина У мяча Он будет Бить Страфной А ему Помешал Василий Рад Судья считает Что нужно Отойти На положенное Расстояние Поэтому Перебит Будет Страфной Волнуется Тренер Луис Арагонес Его команда Проигрывает Да Должны Бить Киевляне Они Спокойно Отыгрывает Мяч Назад Своему Вратарю Олег Пузнецов С мячом Направо Пессонову И Вновь Виктору Чанову Немножко Разряжает Обстановку И вот Теперь уже Сильно Виктор Чанов Выбивает мяч На левую половину Поля На половину Поля Мадридских Футболистов Мадридской Команды Олег Блохин Чуть-чуть Не успевает На передачу Но это Не назовешь Передача Очень сильный Удар Просто Там Ближе к мячу Был Тилол Марина С мячом Перед ним Рад Прието Все в Средней зоне Но Сейчас уже Игра Переходит Ближе к штрафной Площадке Киевского Динамо Вот эта Передача Которую Прервать пытается Виктор Чанов Сетьену не дали Продолжить комбинации Энрике Энрике Сетьен был В опасной В опасной Такой Позиции Для удара Поворотом И Чанов Пробахнулся Там Но Демьяненко Спас положение Будет Подан Угловой Уворот Киевского Динамо Пошел Его товарищи По команде Идут Вперед В прошлом сезоне Накануне Прошлого сезона Клуб Атлетика Приобрел Вы знаете Профессионалы Профессиональный клуб В этом положении Мингры Был плохим Приобретает Футболист Так вот За счет того Что клуб Продал Уго Санчеса Нападающего Сборной Мексики А теперь Уго Санчес Играет В реале Санчес был Продан Это Немножко Погатило Долги Атлетика Они Составляют Порядка Пяти Пяти Миллионов Долларов Ну А в счет Санчеса Приобретение Атлетика Таковы Это Досильва 23-летний Нападающий Уругвая Это Вратарь Филол И Кикес Этьен Который Вышел По 14 Номерам Пулю Приета Это Воспитанник Клуба Атлетико Деремчук С мячом Все Опасность Устровной площадки Ликвидирована Теперь На левую Половину Поля Переходят Киевляне Справа Баль открывается Получает мяч От Еремчука Это на правом углу Штрафной площадки Сыграл Евтушенко И Рац Рац Сейчас Слева Штрафной площадки Кто же Выйдет На эту передачу Евтушенко Вновь Штрафной площадки Приближается Иван Еремчук Мяч достал И мяч попал К Вадиму Евтушенко Но тот Находясь спиной К Фратарю Филолу Так Оказался В положении Вне игры Так как Таким выдавливанием Футболисты Атлетика Достигли Я бы сказал Искусственного положения Вне игры Они тоже Это делают Очень Неплохо 1-0 В финальном матче Кубка Обладателей Кубка Европейских стран Матче Динамо Киев Атлетика Матрид Атакует Анатолий Демьяненко Он один Но что Создал Какую ситуацию Бил головой Мяч Вратарь Филол Выбивает За пределы поля В столкновении С защитниками Травмирован Демьяненко Он лежит На газоне поля Да Филол Лишь касанием руки Смог Перевести мяч Над перекладиной Мяч Мог побывать Сетки И только опыт Вратаря Убальда Филола Спас сейчас Команду На медицинская помощь Ударился головой Жестко играет Футболисты Атлетика Но этой жесткости Являне противопоставили Высокую технику И скорость Мяч в руках Туда подальше Да Все мы помним И 1974 Год 1975 Успешное Кубковое выступление Киевлян В таком же Европейском Кубковом турнире Но В 75-м году В мае В базале Со счетом 3-0 В финале Киевляне Победили Венгерский Перенк Вараш Тогда Голы забили Два Онищенко Но Владимир Сегодня В роли зрителя Я думаю Замиранием Сердца Следит за Этой игрой Все Игроки Того состава Того Кубкового Супер Кубкового Состава Киевская Динамо Сегодня Самые заинтересованные Зрители Их младшие Товарищи А из того Состава 74-75 года Наполе Лишь один Олег Блохин Ну и в роли Тренера Здесь Владимир Еремеев Начальник команды Тренером Уже тогда Работал Анатолий Пузыч Он тоже Здесь В Леоне 1-0 Киевляне Впереди В этом Напряженнейшем Интереснейшем Финальном Матче Вадим Юстушенко Переводит мяч На левую половину поля На левый фланг Адресует Василию Радцу Но там Томас Ближе к мячу И Дает возможность Мячу Уйти за пределы поля Тилово 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 Выбит мяч В поле Матч Приближается К завершению 5 минут До конца Встречи Самые напряженные Самые трудные 5 минут Кабрера Емтушенко Раз Отпустил мяч И Томас Мяч не доходит Атака Атлетико Сатьен Смечен На левом фланге Отдает Ближе к штрафной площадке Все уже Мяч побывал За пределами поля Испанский футболист Не догнал его Судья показывает Что нужно Побыстрее Действовать Виктор Чанов Сейчас выбит мяч В поле 1-0 Великолепный гол Забил Александр Заваров Но комбинация была Очень Стремительная В стиле Динамо Рад Слева врывался В штрафную площадку Точная передача На Игоря Биланова Тот на скорости Сходу пробил По воротам И лишь Мастерство Филола Спасло ворота От Гола В эту секунду Но через мгновение Мяч Который отбил Филол Головой Точно послал в ворота Александр Заваров Выпрыгнул из-за спин Защитников И забил этот мяч Приятно вспоминать Этот эпизод А сколько таких эпизодов Было В матче Который мы с вами Наблюдаем Которым Мы рассказываем Сегодня Искусственное положение Вне игры И уже с мячом Футболисты Атлетико На левой половине поля Татьян Татьян не выдержал Такого темпа Не смог обработать мяч И мячом Владеет Динамо Суфиева В центре Игорь Биланов Чуть назад И Олег Блохин Уже с мячом Идет вперед Решает Кому же отдать Слева от него Большинство игроков Но он отдал Направо Еремчуку Тот сможет Точно Мог бы точно Определить Кому отдавать И мог отдать Но толчок Татьяна толкали Олег Блохин Сегодня вышел И отыграл Почти два тайма Но трудно Ему Я знаю В перерыве Уже Давало знать Тебя Травма Но нужен он Нужен его опыт Его Хладнокровие Умение его И он Наполе Нужен был Сергей Болтача И он Еще не вполне Оправившись От травмы Вышел в этом матче И Получил травму Сыск она Дала себя знать Он ушел В поле В этом меню Андрей Баль Который также Хорошо провел Все это игровое время На Поле Тоже Вот так Наконец Преимущество Киевлян Еще раз заказал Олег Блокин О котором мы с вами Только что говорили Отлично Сыграно 2-0 2-0 В финальном матче На кубах Обладателей кубков Европейских стран И во второй раз В своей спортивной биографии Киевские динамовцы Близких Заваривание Этого Почетнейшего Трофея В случае победы Сегодня А в ней уже Трудно сомневаться Товарищи Так вот В случае победы Третий раз Советский клуб Вы помните В 81-м году Еще Динамовцы Задели этим кубком Третий раз Советский клуб Будет Обладателем кубка Блохин Владнокровно На скорости Ворвался В свободную зону Там никого Не было Из защитников Атлетика Надеялись на то Что они создали Положение вне игры Блохин требует замены Вижу что требует Но остается Очень мало времени До конца матча Выйдет ли кто-нибудь Успеет ли выйти На замену Вспомним То как Киевляне Шли К этой победе Утрех Победили Университацию Рапид Духлу И вот сегодня Финал Атлетика Мадрид 2-0 Истекает Время Этого финального Матча Мы можем Поздравить Также Молодых Киевлян За воеванием Почетнейших В нашем спорте Званий Заслуженных Мастеров спорта Ведь кроме Олега Блохина Нет Томас Действовал Против Рата Но Атлетика Хотя бы Гол престиза Постараются Забить Правда Сникли Видно что Сникли Футболисты Атлетика Сейчас Поля Уже Готов Оказать помощь Но Олег Блохин Прихрамывая Продолжает Участвовать В этом Финальном Матче Сейчас Раздастся Финальный Свисток И мы Можем Поздравить Прежде всего И забивает Семья Что Их Подопечные Завоевали Столь почетный Столь желанный Для всех Трофей Кубок обладателей кубков европейских стран. Хороший футбол сегодня был показан. Сильный соперник был у киевского Динамо. Но динамовцы сильнее. Поистину лидер европейского клубного футбола. Сейчас французские болельщики поддерживают команду Думаю, что те, кто пришли сегодня на стадион остались довольны этим матчем. Остались довольны, я думаю, и миллионы советских телезрителей. Те, кто ожидал победы киевского Динамо. Но, естественно, нельзя было прогнозировать. Вот и Виктор Чанов великолепное мастерство сейчас демонстрирует. Еще раз атака атлетика. Два удара, казалось бы, неотразимых. С поворотом Чанова. И он все время в игре сейчас не дал Марине, который вышел один на один с Чановым забить мяч. Матч закончен. Еще раз поздравляю вас, товарищи. Мы свидетели великолепной победы советского клуба в европейском кубковом турнире. Динамо с Дыкиева обладателей кубка, обладателей кубков европейских стран. Вот они. Из них 10 от линии заслужив пастеров спорта Советского Союза. 11 Олег Блокин, он имеет это звание. На этом мы, товарищи, с вами будем прощаться. Рассляция отсюда из Леона, со стадиона Жерлан была организована на Советском Союзе. Да, и после этого мы сможем еще понаблюдать интервью, которое дали Валерий Лобановский, а также Василий Раций, Александр Заваров после игры Валентина Щербачева. Подрученные испанцы. Все понятно, все естественно. Мы пока еще совершенно нигде не видели Валерия Лобановского. А вот теперь мы его видим. Коксей Михайличенко совсем еще молодой. Да, вот, собственно, в этом году и после Чемпионата Мира начали до себя заявлять в качестве тоже нападающего сначала. Ну, собственно, не перейди в следующем году Протасов, киска, и, знам, он бы что-то так бы играл нападающего Дуга Михайличенко. Так, через два года он будет известен в Европе как белый гулят. И там вот хромает на одной ноге Сергей Бултача он уже в спортивном костюме. И он тоже внес свой вклад в эту победу. Тогда вот церемонии награждения были, может быть, не столь отработаны, как раньше, зато вот больше спонтанных таких проявлений. И кубок. Кубок в руках у Анатолия Демьяненко. Жак Жорж, президент УИФА. Долго он не работал в этом качестве. Но вот эту важную мембляцию успел нам сделать. И вот это лицо Демьяненко, которое потом долго было на первых страницах самых разнообразных газет. Ну что ж, мы вас оставляем. Сейчас было интервью опять-таки из того времени. Не все уже и живы, но тем не менее есть что вспомнить. Олег Пирожков и Василий откомментировали для вас этот финал. Я думаю, что, Олег, ты тоже прекрасно помнишь при этих обстоятельствах ты смотрел этот матч. Да, конечно. Да. Совсем еще. Почти что раннее детство. Ну все. Играйте в футбол. Счастливо. Испает Беде. Яковенко, celui-то, он был хорош, он. Да, еще. Усюг. Яремчук и Белоно. Вот. Вот. каждый наступил。 И это возможно. Идет. Ребят. Северно-соуевские ввелики. Итमг 06. Они были в 2 месяца в Гирланд. Лорейат в Кубле в Европе в кубле. 26-ием. Внешний. Внешний. Идемный. М. Габинет говорит о том, что мы собираемся увидеть эти три бутылки. Это было бы не так. Вот М. Жак-Geоржи, который победил его медаль. Это было бы не так, вот эта медаль. Вы были очень хорошие, М. Блокин. Вы выиграли один бутылок. Да, М. Радз. И вот, мой друг, мой брат. Балтача. Балтача. Балтача, бал. Балтача. Балтача. М. Ж Argh. Балтача. Бэлтача. Балтача. скопанол, Руиз, в том числе, он номер 5, также получит меда, меморативная филиол, гаден. Клементе. Утитер, одев'но, Артець, Артецьенбоэр, как он говорит, Викер Амос. И тогда Тома, Голио-Приетто, Кабрера, Марина, Дасильва. Вот, это были 24-25 актеры в этой финале. И Балбино, один из преимуществ от Атлетико Мадрид. Вот, это для всех. Обычно кубковые игры, особенно финал, я ни разу не играл. И финал здесь требует от человека, от футболиста, который выходит на поле, полной самоотдачи от себя. Я думаю, что кто больше выложится, кто больше будет спокойнее и умнее в этой игре, то, я думаю, затем будет победа. Ну, конечно, переживал, готовился, только как вошли в финал кубка. Ну, тяжело было, ночами спать не спишь, все время думаешь, думаешь, думаешь. И мы сегодня, выходя на поле, мы думали только об одном. Как бы только победить, и мы свои задачи добились. И я благодарю команду и коллектив за то, что мы сплоченные все. И знаем свою цель, и мы ее добились. Как вы восприняли этот стадион, который реагировал на все буквально невероятным шумом и темпераментным болельщикам? Не испугал этого? Ну, честно говоря, сначала, когда мы приехали на раздевалку, заходили, смотрим публика. Все-таки же там много испанцев, болельщики, крики, шум. Сначала думалось, как-то выйдем на игру, и, может быть, немножечко будет тяжело из-за публики. Но когда мы вышли, оказывается, что публика здесь очень хорошо понимает футбол. И кто играет сильнее, они болеют за тех. И поэтому было приятно видеть, когда мы показывали игру фрагментами, хорошую игру. Они нас поддерживали. И поэтому никакого... Мы чувствовали себя как дома. Много достигнуто. Ну, казалось бы, уже очень много сделано. Можно останавливаться на этом? Нет. На этом уровне? Останавливаться никак нельзя. Потому что у нас впереди еще Кубок чемпионов. И, конечно, мы все сделаем, чтобы добиться, пройти хотя бы в финале. А в финале уже будет видно. Поэтому Кубок Кубка, это все хорошо. Ну, как говорят, человек на достигнутом не останавливается. Человек должен все время чего-то добиваться, еще больше и больше. Потому что тогда он ощущает, от этого ощущает удовольствие, получает. Конечно, любая победа очень приятна. Особенно, когда она достигается на таком высоком уровне. И нам приятно, что мы сегодня, я думаю, преподнесли подарок всем любителям футбола нашей страны. Выиграл один из почетных европейских призов. Но самое главное, что мне хотелось подчеркнуть, в любом процессе основное – это идея направления. И вот то, что нам удалось подтвердить правильность нашей методики подготовки, принципы организации игры. Наверное, это самое главное. И мы очень признательны нашим ребятам, которые в самую трудную минуту поддержали руководство команды. Пошли за нами. Но самое главное событие в этом году – это, конечно, выступление сборной команды Советского Союза в Мексике. И нам хотелось бы, чтобы наши ребята одинаково внесли бы в выступление сборной команды Советского Союза такую же лепту, как они внесли в играх за свой клуб. Мы надеемся, что они достойно выступят на чемпионате мира в Мексике.